И что у нас в итоге получается? Получается, что устная тора — это накопление огромного количества этих самых кубиков. Идет постоянный процесс медражирования, потому что я стараюсь покрыть все сферы своей жизни вот этими самыми указаниями, то есть божественными указаниями. Поэтому они накапливаются, и это и есть устная тора, которую повторяют практика по заучиванию, все члены нашего комьюнити повторяют, повторяют и повторяют. Здесь важно отметить еще один момент. Для вот этой культуры наличие кодекса законов является совершенно недопустимым. Почему? Потому что если у меня есть кодекс законов, который составил, предположим, тот или иной раввин, то я подчиняюсь чему? Я подчиняюсь не божественному указанию, я уже подчиняюсь этому кодексу. А тогда какая разница, чему я подчиняюсь? Тогда это оказывается земной детерминатой, а не небесной детерминатой. Как же мне этого избежать? Для того, чтобы этого избежать, возникает концепция, которая называется Талмуд Тора. Это главная заповедь для вот этого всего комьюнити, и эта главная заповедь распространяется просто на всех мужчин. Любой мужчина обязан исполнять эту заповедь. Ее часто понимают как изучение письменной Торы. Это неправильно. Это не изучение письменной Торы. Это как раз и есть вот эти самые правила мидраширования и умение получить вот эти самые кубики. Причем я в каком-то смысле не должен спрашивать у раввина, как мне быть с правой ноги вставать или с левой ноги вставать. Я в пределе каждый член нашего комьюнити должен осуществить этот самый мидраж и получить определенного рода ответ, увидеть, как это сделано. Это похоже на решение задач, например, математических. У меня есть учебник и, конечно, у меня в конце есть ответ, но если я просто запишу ответ, то мне учитель поставит два. Так и здесь. Если я просто подчиняюсь ответу, как делать, то мне ставят два. Я должен не просто подчиняться ответу, я должен осуществить вот этот самый акт мидраширования самостоятельно. Это гиперзаповедь, которая является основной. У меня урок. Перезвоню. Значит, вот это некое краткое введение. Мы не дошли еще до создания, собственно говоря, до создания литературы Устной Торы, потому что на самом деле для этой Устной Торы существовал запрет на ее запись, на ее фиксацию. И этот запрет тоже являлся чрезвычайно важным и строгим. И смысл его, ну, на самом деле, это имеет множество разных смыслов. Давайте я даже перечислю несколько из них. Но главное это то, что, по сути дела, действительность является, как мы прочитали у Альба, является изменчивой. То есть, поскольку она меняется, то я каждый раз задаю какие-то новые вопросы. То есть умение поставить вопрос, что мне делать в той или иной ситуации, и есть, собственно говоря, умение работать с этой самой Торой. Это и есть Толмут Тора. Вот я ставлю определенную проблему. Действительность изменилась. Я должен поставить новый вопрос, найти новый ответ, получить вот этот самый некий кубик. Кроме всего прочего, если я в итоге начинаю реализовывать все эти акты автоматически, то я тоже проигрываю весь проект. Это не должно быть автоматически, потому что тогда это превращается в своего рода природу существования. Эту природу существования, эту природность нам нужно каким-то образом искоренить. Как? Нам нужно каждый раз вносить некое остранение в то, что мы делаем, если это вдруг стало привычкой. И тогда, собственно говоря, начинает меняться и этот самый наш способ поведения. То есть фиксация вот этой самой устной Торы – это просто смертельный удар по самому проекту, потому что она должна все время осуществляться заново, подвергаться сомнению, критике и прочее, критике с точки зрения автоматизма. Это один из моментов. Так. 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 Продолжение следует...